доброе время суток дамы и господа картина тиви вопросы и ответы и я ее постоянный автор и ведущий юрий тенман сегодня мы поговорим о том что делать если у вас в интерфейсе нашего главного меню не появился квадрат картина тиви новое приложение новый вход оранжевый квадрат он крайне популярен невероятно хорош как им пользоваться зачем он нужен и чем же он так замечателен я рассказал отдельно в программе которая называется новое приложение картина тиви для вас но сейчас данном случае мы говорим о том почему не прошло и почему не установилась у вас это приложение а также о том что делать в данном случае итак если вы не видите приложение картина тиви оранжевый квадрат у вас на экране значит у вас или не установлена или не прошла новая версия прошивки сожалению иногда это случается что делаем значит еще раз это приложение устанавливается только у тех у кого приставки системы андроид в данном случае если мы говорим о дюне это три приставки две из них крайне популярны в сша это приставка дюна x и дюна его совсем свежие и новое а также я знаю что есть в других странах пользуется популярностью приставка дюна с о которой я сказать ничего не смогу потому как сам ее в америке в руках не держал и так что мы делаем в таком случае прежде всего нам нужно зайти в настройки мы с вами двигаемся либо вправо либо влево это без разницы потому что цикличность перебираем квадраты по кругу и выбираем квадрат шестеренками в белой рамке в центре экрана вход в настройки и мы давим с вами кнопку enter мы с вами попадаем в настройки прежде чем делать что-либо глобально давайте проверим а все ли у нас установлена из новых версий прошивки для этого чтобы проверить мы с вами уходим вниз в квадрат дополнительно если вы этого квадрата дополнительно у себя сейчас не видите тогда мы с вами входим в квадрат общие вот где я сейчас нахожусь мы с вами давим enter и у нас с вами стоит последняя слева строка 4 скрыть дополнительные настройки в данном случае у меня выставлено нет и поэтому квадрат дополнительное у меня есть если у вас как я сейчас вам продемонстрирую в данном случае выставлено да то если мы сейчас с вами вернемся обратно в непосредственно меню настроек то мы здесь не видим с вами квадрата дополнительные так вот для того чтобы опять же его увидеть заходим в общие выбираем скрывать дополнительные настройки у вас очевидно выставлено да давим enter появляется выбор уходим вниз выбираем нет и снова давим enter и таким образом мы с вами поменяли параметр а теперь кнопкой return на пультах дюны x или круглая стрелочка эта кнопка return у приставок его на пульте мы возвращаемся обратно и видим что папка дополнительные у нас установлена теперь мы идем вниз нее давим enter заходим внутрь здесь у нас с вами есть нижний квадрат он называется прочие мы выбираем его давим enter попадаем внутрь и видим обновление прошивки то что нам нужно то что мы пытались найти мы давим enter попадаем внутрь этого непосредственно приложение и первое что мы с вами видим это проверить доступное обновление мы давим enter и если мы с вами видим что доступна новая версия прошивки значит мы ее устанавливаем но в данном случае у меня написано что новых версий прошивки нет и при этом у меня отсутствует квадрат оранжевый картина тв что же делать тогда тогда мы сейчас с вами в данном случае выберем отмену потому что все уже установлено нажмем опять с вами на кнопку return еще раз нажмем return еще раз нажмем return и вернемся на главную страницу приложение настройки здесь мы с вами видим верхний квадрат опять же общие мы поднимаемся в него давим enter и видим сброс настроек но друзья мои прежде чем вы нажмете на enter пожалуйста убедитесь в том что у вас есть в руках две вещи первое вы имеете ваш номер абонемента и ваш пароль который сейчас вам обязательно понадобится если у вас его нет тогда не торопитесь делать сброс настроек я выставлю специальный ролик для тех у кого нет потерян по каким-либо причинам пароль и что делать в таком случае и также у вас должен быть ваш вайфай пароль если приставка у вас подключена не по проводу так называемая лэнд соединения а по вайфаю по воздуху если вы не знаете как это проверить это очень просто посмотрите на вашу приставку сейчас которая у вас подключена картине тиви если сзади на задней панели приставки у вас воткнута три шнура то соединение у вас проходит по шнурам если у вас шнура только два вот как сейчас показано на картинке тоненький сетевой электрический шнур питания и толстый как я называю как лопата шнур hdmi который уводит сигнал к телевизору то значит у вас приставка подключена по воздуху по вайфай в данном случае вам обязательно потребуется вайфай пароль если вы его не знаете пожалуйста опять посмотрите тот ролик которая только что упомянул это ролик о том что делать если мной потерян мой абонемент и пароль утерян или что делать если я не знаю свой вайфай пароль как мне поступить такой ролик есть пожалуйста просмотрите его для всех остальных кто имеет абонемент в руках и имеет пароль мы смело давим на enter и соглашаемся с тем что будет полностью произведен сброс настроек давим мы надавили выжидаем сейчас у нас приставка задумается потому что она должна прежде всего уничтожить все что в нее записано и вернуть к фабричным параметрам мы с вами видим вот такого очаровательного android робота который рожками шевелит и заставка картины тиви вроде бы все быстро но вот сейчас эта заставка может простоять на экране довольно долго пока система полностью все распихает по первоначальным папкам и здесь можно подождать и одну минуту и две и три зависимости от многих параметров в том числе и от интернета поэтому дождитесь когда вы снова увидите первоначальную заставку нажмите на любую кнопку вот так выглядит первоначальная заставка я убыстрил на видео но у вас наверняка это будет дольше итак мы можем начать с вами настройку нам предложено убедиться в том что батарейки вставлены в пульт они у нас вставлены мы давим на кнопку home то есть домик и держим 10 секунд у нас сверху на пульте загорелась красная лампочка при этом именно на пульте и мы ждем пока она не замигает она замигала это говорит о том что при пульт найден и теперь у нас она продолжает мигать пока мы нажмем кнопку и в данном случае мы соглашаемся с автоматической настройкой и давим кнопку enter нам предложено проводное или беспроводное соединение как правило система не ошибается и если у вас вставлена три шнура в приставку и подключен так называемый lan кабель cat5 то у вас будет выбрано проводное соединение но в данном случае я подключаюсь по воздуху поэтому у меня автоматически система по определению мне выставляет беспроводное соединение с этим естественно соглашаюсь давлю кнопку enter у меня проходит поиск вай фай сетей и предложен список всех передающих интернет устройств которые находятся вокруг меня у всех моих соседей обязательно среди этого списка обязательно это будет сверху потому что все таки ближе всего вам без всяких стен и помех будет находиться ваш непосредственно модем в данном случае я сразу же вижу его здесь можно тут же проверить какова сила передачи сигнала я ничего не теряю ну потому как в одном помещении в одной квартире естественно у меня сто процентов подачи интернета идет без потерь это хорошо если вы где-то находитесь в доме и у вас интернет находится на втором этаже а спальня находится снизу где вы устанавливаете телевидение вы можете увидеть и 64 процента и 75 это не всегда хорошо и чем меньше сигнал устойчивость его тем больше больше могут возникнуть какие-то вопросы потом по передаче но как с этим бороться это отдельный ролик и отдельный вопрос который обязательно или уже освещен у меня в фильме который называется настройка картины тиви его и там посмотрите или я сделаю отдельно что делать если интернет слабый как с этим бороться и какие есть способы для того чтобы это проделать и так данном случае я выбрал свой модем я давлю непосредственно enter и вожу тот пароль который я знаю это что я говорил вам вы должны иметь в данном случае у меня состоит из букв и цифр все очень просто в центре квадрата вы сейчас видите стоят цифры 123 это говорит о том что пульт у меня сейчас работает в режиме написание цифр но иногда в паролях нам нужно ввести буквы как большие так и маленькие режим пульта можно изменить у вас на пульте есть кнопка select фотографиях и вы сейчас это видите давайте посмотрим мы с вами давим на select и у нас меняется режим сейчас данном случае у нас стоят маленькие буквы ABC это говорит нам о том что режим у нас сейчас маленьких букв если нужны буквы большие мы опять давим на select и сейчас у нас выставлены большие буквы ABC в данном случае нам мне сейчас нужны цифры поэтому я выбираю цифры и ввожу цифру 8 я ввел цифру 8 дальше у меня в пароле идут буквы маленькие я выбираю опять же маленькие буквы и смотрю на кнопки в данном случае на кнопки цифры 2 у меня стоят три буквы ABC вот ровно количество нажатий на пульт будет соответствовать тому какую букву я выберу если мне нужна буква B то в данном случае она стоит второй ну ABC и значит я должен нажать два раза 1 2 и у меня выбирается буква B если я буквой ошибся у меня есть стиражка на пульте она находится внизу кнопка clear под цифрой 7 вы ее видите и есть такая кнопка я ее давлю и она мне стирает ненужную букву я в данном случае теперь выбирает то что мне нужна буква C она третья в списке ABC я давлю смело три раза 1 2 3 у меня выбирается буква C теперь мне нужна буква И это вторая кнопки 3 раз два у меня буква И выбрана дальше у меня идут цифры я опять меняю режим на select да и меняю на цифры выбираю цифры которые мне нужны и у меня осталось набрать единственную букву букву D она у меня опять же маленькая поэтому я выбираю маленькие буквы и давлю один раз на цифру 3 у меня появляется буква D пароль у меня набран иногда в паролях часто используют какие-либо символы знаки равно плюс минус знак вопроса знак восклицательный знак процентов номер где их найти в режиме маленьких букв вот как сейчас у меня выставлено если вы нажмете на кнопку с цифрой 1 на пульте у вас все эти знаки вылетают на экран и просто движениями вправо вниз вверх влево вы выбираете любой знак давите enter и соответственно он у нас отпечатывается в данном случае мне это не нужно поэтому я этот знак clear стираю кнопкой опять же под цифрой 7 пароль набран пароль введен мы смело уходим на ok давим ok и видим автоматическая настройка или настройка вручную естественно картина тиви все продумала за нас не надо никуда вручную заходить давим на ok применение сетевых настроек мы с вами видим что система нашла интернет окей окей у нас просветилась и прошло идет обновление прошивок в данном случае прошивок у нас новых нет и появляется заставка картины тиви мы ее с удовольствием просмотры она не длинная занимает всего несколько семейных событий две недели хранятся в архиве с момента подключения доступна круглосуточная служба технической поддержки номер телефона вашей стране можно узнать на сайте картина .tv приятного просмотра и мы с вами видим что нам с вами предложено завести наш абонемент его я соответственно тоже знаю и вы его знаете и поэтому мы с вами его заводим здесь только цифры здесь буков не бывает поэтому смело вводим прямо цифрами абонемент вводится легко верхний квадрат потому что здесь мы с вами видим цифры в данном случае они все видны их легко сверить и здесь люди редко ошибаются но вот когда мы с вами опускаемся ниже и вводим пароль здесь довольно часто происходят ошибки почему цифру не будет видно будет видны звездочки маленькие точки на экране поэтому пароль надо вводить крайне аккуратно и я очень рекомендую не заводить цифры как я называю сразу же все скопом не нужно не надо набирать например 854 328 все сразу подряд цифры обязательно где-то ошибетесь поэтому каждую цифру заводите отдельно и обязательно сверяйтесь с экраном первая цифра у меня допустим цифра 6 я ее завожу и я вижу что у меня появилась одна . я убедился в том что я точно не ошибся я нажимал на шестерку и . появилась я набираю вторую цифру и опять убеждаясь том что она правильно третью тоже убеждаюсь вот видите я надавил а цифра не сработала это бывает и в данном случае если бы я заводил все цифры сразу то я бы наверняка ошибся а так я вижу что цифра не отпечаталась поэтому я повторю нажатие и я вижу что цифра теперь точно появилась на экране звездочка высветилась таким образом я завожу все цифры убедился еще раз убедился и прежде чем уйти вниз и нажать на окей я обязательно посчитаю количество точек звездочек и я вижу что у меня их 6 все отлично все заведено я выбираю окей даблю enter мы с вами попадаем на первоначальные настройки которые нам предлагает непосредственно приставка сама по себе здесь у нас стоят звездочки но у меня в данном случае уже выбрана http но скорее всего у вас будет выбрана либо вот так сейчас покажу у кого-то либо может быть вот так видите где звездочка звездочка находится в данном случае там какой параметры выбран здесь есть различные варианты и в разных регионах они работают по-разному у меня в майами где я проживаю в соединенных штатах очень хорошо работает верхний показатель http я его как правило всегда выставляю но вы можете поэкспериментировать я знаю что очень популярен и хорошо работает hls он имеет свои преимущества вдаваться в подробности не буду а всех этих параметров если будете задавать вопросы расскажу отдельно но в данном случае я рекомендую поставить http и нажмем с вами на enter у нас звездочка переместилась на http мы с вами выбираем окей соглашаясь с этим и давим enter теперь у нас следующие параметры выставляются система находит ближайший к вам сервер в данном случае у меня и висей из кост на территории соединенных штатов америки на том побережье где нахожусь я флорида в данном случае но это и нью-йорк здесь у нас выбрана из кост но можно поменять иногда в этом регионе неплохо работает сервер юлисей норс если мы с вами выберем его и нажмем на enter у нас выбор серверов здесь есть европа южная северная или центральная есть также по америке три сервера middle east и авто я рекомендую выбирать тот сервер который естественно ближе к вам и вы примерно на представляете географически где вы находитесь если вы в европе то в какой если вы в сша то где если вы в калифорнии на том побережье конечно выбираете west cost я в данном случае останусь с из кост соглашусь с приставкой из кост у меня работает очень неплохо я выбираю вот давлю enter у меня он сейчас выбран что можно еще здесь поменять и на что обратить внимание время буферизации у вас она скорее всего по определению будет выставлена как три секунды вы увидите вот такую картину я не рекомендую оставлять три секунды это по моему мнению это маловато что это такое если интересно опять же задавайте вопросы я обязательно отвечу но я рекомендую моя рекомендация ставить 8 или 5 если у вас очень хороший интернет но как правило мой опыт подсказывает что очень хорошо работает 8 секунд я оставлю 8 а что касается задержки вещания вы ее всегда устанавливаете по разнице времени с москвой если вы смотрите больше российские каналы или по киеву если вы смотрите например украинские что еще здесь можно изменить в данном случае здесь можно поменять расширенную программу передач это хорошая функция но я не вижу в ней особого смысла потому что какой то особой информации там не получаешь а новое окно которое открывается она иногда просто мешает сбивает и путает людей которые хотят попроще что-либо и не хотят каких-либо заморок при отображении на экран например программы передач поэтому я предпочитаю ее выключить включаем включено и выбираем выключено никогда не трогайте запись архива если ее случайно отключить то вы останетесь без архива аж на две недели что вряд ли вас порадует все мы все что могли поменяли мы уходим вниз и давим окей мы с вами видим что оранжевая картина тиви у нас появилась что она собой представляет специальный ролик выставлен смотрите так и называется картина тиви новое приложение с вами был юрий тэнман я думаю я подробно ответил на вопрос как быть если картина тиви нового образца у вас не появилась подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите ваши комментарии это очень важно для продвижения канала канал новый берегите себя до новых встреч картина тиви вопросы и ответы мы будем 0 и Продолжение следует...